Здравствуйте! Это программа Актуальное интервью в студии Зайра Байчорова. Разговариваем о главном. Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы в Ставропольском крае, сохранение и развитие традиционной казачьей культуры и казачьего образования, реализация в Ставропольском крае государственной политики противодействия терроризму. Таковы цели и задачи государственной программы Ставропольского края, межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества. У нас в студии заместитель председателя комитета Ставропольского края по делам национальности и казачества Алексей Иванович Чеплыгин и атаман Ставропольского окружного казачьего общества Сергей Юрьевич Пальчиков. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Скажите, пожалуйста, когда вступила в силу государственная программа Ставропольского края межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества? Указанная программа вступила в действие 1 января 2019 года. Срок действия этой программы 5 лет, соответственно, заканчивается в декабре 2024 года. Как вы считаете, а для чего нужна эта программа? Эта программа нужна в первую очередь для реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Ставропольского края, государственной политики в отношении российского казачества на территории Ставропольского края, предупреждения проявления этнического и религиозного экстремизма, гармонизации межнациональных отношений и противодействия идеологии терроризма. Я подозреваю, что комитет Ставропольского края по делам национальности не единственный, кто занимается всеми этими вопросами национальными. Наверное, есть какие-то другие ведомства и организации, с которыми вы сотрудничаете. Кто является соисполнителем и участниками этой программы? Соисполнителем этой программы являются практически все органы исполнительной власти Старопольского края, органы местного основного управления, муниципальных образований Старопольского края, национально-культурные объединения, религиозные организации, казачьи общества, которые осуществляют свои действия на территории Старопольского края. То есть, как видите, масштаб участников большой. Но если взять самые основные ведомства, с которыми вы больше всего сотрудничаете, расскажите, какие функции они несут? Ну, это в первую очередь, конечно, национальная культурная автономия и казачье общество, которое осуществляет свои действия на территории Старопольского края. Соответственно, религиозные организации, традиционных наших конфессий. Это в первую очередь направлено все на решение тех задач, которые я озвучил. Это гармонизация межнациональных отношений, предупреждение низкорелигиозного экстремизма, сохранение и развитие национальной культуры народов в России, которые проживают на территории Старопольского края. Ну и поддержка казачества, реализация соответствующей государственной программе. Давайте сейчас обратимся к цифрам, к статистике. Какова численность казачества в Старопольском крае? Вопрос простой. Ну, на самом деле, казачьи общества представлены в Старопольском крае очень широко, и помимо этого есть общественные организации казачества. Структурировано и имеют наибольшую численность Старопольское окружное казачье общество, в состав которого входит 168 казачьих обществ. Общая численность порядка 10 тысяч членов казачьих обществ. 9 тысяч из них взяли на себя обязательства по несению службы. Также можно отметить Старопольское казачье войско. Это общественная организация, в состав которого входит до 500 казаков, но у них численный состав не обозначается, потому что в общественных организациях нет списочного состава, как у казачьих обществ, которые берут на себя обязательства по несению службы. Но если в целом брать все население Старопольского края, вот в процентном соотношении, сколько казаков примерно? Вы знаете, это сложно ответить, потому что мы говорим только о тех людях, которые вступили в казачье общество, а многие же себя позиционируют казаками или же являются этническими казаками, как это принято считать в некоторых станицах. Поэтому процентном соотношении сказать очень тяжело. Но на самом деле, если даже взять членов семей и людей, которые относятся положительно к казачеству, я думаю, мы наберем, наверное, несколько процентов населения, которые позиционируют себя казаками и с казачеством. А вот какие представители казачества вступают в сообщество казаков? Ну, на самом деле, законодательство устроено таким образом, что любой гражданин Российской Федерации имеет право вступить в казачье общество. Даже если он не казак? Даже если он не казак. Но дело в том, что в основном казачье общество созданное на тех территориях, в тех территориях, где и ранее проживали казаки. То есть это у нас населенные пункты, станицы, хутора, где и ранее проживали казаки. Они решили объединиться, создать казачье общество. Естественно, в основном там люди, которые были в казачестве, будут в казачестве и работают в казачестве. Какие функции несет общество казачество? Для чего люди туда вступают? Какие бонусы они от этого получают? Ну, на самом деле, бонусов, конечно, они, скорее всего, не получают. Нет, просто самосознание казаков, участие в жизни своей родной станицы, сохранение правопорядка, сохранение казачьей культуры. Вот это, наверное, основные направления, почему казаки объединяются. То есть они организуют общество, чувство патриотизма, воспитание молодежи, культуры и традиции. Вот это вот основные направления. Но какие-то мероприятия наверняка проводятся для гармонизации межнациональных отношений? Безусловно, большая часть, конечно, средств, которые принадлежат на реализацию государственной программы «Сарапрос в крае межнациональных отношений, профилактики терроризма и поддержки казачества», именно и направляются на мероприятия в этой сфере. Это такие мероприятия, как мы предоставляем субсидии национально-культурным объединениям, которые осуществляют свою деятельность в крае на мероприятия по укреплению единства Российской нации, гармонизации межнациональных отношений, предупреждение низкорелигиозного экстремизма, сохранение своих традиций, уникальной культуры своего этноса. Это у нас в крае уже традиционно каждый год проводятся такие мероприятия, как «Кавказ – наш общий дом», это межконфессиональный молодежный форум, где молодые люди, верующие, представители разной конфессии, собираются в одном месте, познают друг друга, знакомятся, вместе совершают, проводят какие-то мероприятия, там начинают от футбольных матчей и заканчивают встречу с интересными людьми. Тем самым объединяются все традиционные конфессии как бы в одно, и тем самым повышается уровень российско-роградской идентичности. То есть неважно какое-то вероисповедание, главное, что ты патриот свой очиститься своей родиной. Очень знаковое мероприятие всегда у нас проходит на День Старопольского края, в рамках празднования День Старопольского края, это выставка национальных подворьев, фестиваль национальных культур, где наши жители различных национальностей показывают свою культуру, традиции, обычаи, начиная с древних времен, заканчиваясь современностью, показывают достижения своих земляков в сфере культуры, в сфере спорта, науки, образования и так далее. Ну и естественно всех угощают своей национальной кухней, тем самым опять же вот такая скрепа между жителями Старопольского края разных национальностей. Безусловно, заслуживает особое внимание и большое количество мероприятий, которые мы проводим без финансирования, это и круглые столы, и рабочие встречи, и рабочие поездки, и форумы, в которых мы сами участвуем, которые проводятся как с финансированием, так и без финансирования. Особое внимание мы, конечно, уделяем в первую очередь молодежи. Именно молодежь у нас та часть населения, которая, в общем-то, уязвима перед теми вызовами и угрозами, которые стоят на сегодняшний день не только перед молодежью Старополя, но и всей Российской Федерации. Это особенно в первую очередь в сфере профилактики этнического, религиозного экстремизма, радикализма всевозможного. Это молодежный форум, студенческий форум, у нас традиционно он проходит в декабре месяце. Это знаковое такое событие, это заседание Совета при губернаторе Старопольского края по межэтническим отношениям, который у нас проходит два раза в год. В состав этого совета входит губернатор, его возглавляет и проводит сюда. Туда входят все руководители религиозных организаций традиционной конфессии, руководители краевых, национально-культурных объединений, соответственно, профильные министерства, представители правоохранительных органов. А что обсуждается обычно на таких конференциях? На заседании этого совета обсуждаются, как правило, вопросы, которые требуют, скажем так, оперативного вмешательства или непосредственного участия или решения губернатора Старопольского края, которые направлены прежде всего на выявление в свое время устранения причины и условий, способствующих экстремистской деятельности. Вопросы, которые направлены на дальнейшее укрепление единства народа в России, которые проживают на территории Старопольского края. И, соответственно, другие такие вопросы, которые именно требуют решения и участия нашего первого должностного лица Старопольского края, губернатора Владимира Владимирова Владимировича. Самый широкий спектр вопросов. От взаимодействия, от межкультурного, межконфессионального взаимодействия до каких-то практических мер на сохранение культуры наших народов, которые здесь проживают. Алексей Иванович, вот Вы сейчас рассказали о мероприятиях, которые проводятся, но чем они хороши? Тем, что происходит контакт, очный контакт людей, мы знакомимся друг с другом, познаем культуру, традиции и так далее. В 2020 год как провели? Вы знаете, в 2020 год мы, в какой-то мере, ожидали резкого ухудшения от оценки жителями нашего края, состояния межнациональных отношений. Почему? Потому что жители нашего края межнациональные общения оценивали не по повседневному взаимодействию со своими соседями, в жизни, на работе и так далее, а именно из сети интернет. То есть люди находились дома, в соцсетях, ну а, как правило, у нас интернет притягивает все самое плохое, да. Но, тем не менее, по итогам года, состояние межнациональных отношений жителей нашего края определили как стабильное, и положительные оценки поставило чуть меньше 94% нашего жителей. Жители края ценили состояние межнациональных отношений, и оценка хорошая. Более того, знаете, у нас край уникальный тем, что мы живем здесь испокон веков все вместе, и практически проблем во взаимоотношениях между людьми разных национальностей, а тем более разного вероисповедания у нас нет. Если бывают проблемы, то, как правило, они носят бытовой характер. Но вместе с тем всегда есть угроза использования отдельными, не знаю, представителями несистемной оппозиции, другими, скажем так, партнерами нашими любого бытового конфликта, где участвуют представители разных национальностей, вот придать такую межнациональную окраску. Именно вот эти мероприятия и позволяют людям видеть культуру и вековые ценности народов, своих соседей, своих друзей, своих знакомых. И тем самым сохраняя историческую память, и тем самым укрепляя межнациональный мир и согласие на территории нашего Старопольского края. А без межнационального мира и согласия развития ни экономического, никакого другого, ни социального, в принципе, наверное, быть не может. Я с вами согласна. Сергей Юрьевич, расскажите, в каких мероприятиях принимали участие члены окружного казачьего общества? В 2020 году и уже в 2021, возможно, тоже. В 2020 год был действительно очень сложный для нас, все-таки, пандемия, ограничительные мероприятия. И мы очень много мероприятий отменили. Хочу отметить, что в целом казаки активно участвовали в мерах по обеспечению безопасности граждан во время пандемии. У нас был создан оперативный штаб реагирования. Атаманы и многие казаки входили в штабы муниципальных округов, чтобы работать именно на земле и как можно быстрее реагировать. 200 патрулей ежесуточно выходило на дежурство, привлекалось до 600 казаков. Была ситуация, когда нам пришлось участвовать в закрытии города Пятигорска на карантин. Мы выставляли казачьи патрули. И на границах с нашим регионом стояли казаки в течение полугода, выдавали уведомления. Это действительно очень много казаков привлекалось. Очень большой объем работы. Но в рамках программы и наших мероприятий, которые мы ежегодно проводим, у нас были трудности. Мы успели в начале года провести только краевой турнир по рукопашному бою, который мы традиционно проводим. Это в онлайн формате происходило? Это было вживую. Это рукопашный бой, то есть спортивные соревнования. А уже после объявления карантина, ну не карантина, скажем так, после ограничительных мер, мы перевели часть мероприятий в онлайн формат. А часть мероприятий все-таки была очная. Так вот, 24 июня коробка терских казаков прошла в порядном расчете во время парада победы в городе Саврополь. Мы привлекали. Что интересно, что мы нашли новые форматы работы. И подвели итоги реализации стратегии в Ставропольском крае госполитики в отношении российского казачества, которое у нас закончило действие в прошлом году. Провели конкурсы между казачьими обществами в онлайн формате. Мы уже оценивали деятельность, оценивали по определенной бальной шкале, признали победителей, наградили подарками. Не забыли о фестивале традиционной казачьей культуры, который мы ежегодно проводили. Не смогли мы собрать коллективы творческие, но мы сделали такой конкурс, когда они прислали уже свое видео и конкурсная комиссия оценивала. И знаете, что получилось хорошего из этого? То, что обычно у нас 16-20 коллективов принимают участие в этом фестивале, а в этот раз было 225 заявок. То есть онлайн формат позволил, раз люди не ехали, находились все на месте. И аудитория была намного шире, да? Записать видео, аудиоролики. Мы попробовали новые номинации, там авторская песня казачья, казачья тропа, то есть казачья журналистика, то, чего не было до этого. То есть большой перечень номинаций и 225 заявок, то есть очень большой хват. То есть очевидные плюсы тоже есть, да? Очевидные плюсы есть, и действительно мы проработали, и слава богу, все у нас удалось. Сейчас потихоньку на 21-й год мы планируем, что у нас мероприятия наладятся. Пока еще таких крупных мероприятий у нас не было, кроме провели в марте месяце отчетный круг традиционный, Ставропольского округа, где собрали казаков. Атаман округа отчитался, и правление о проделанной работе подвели итоги, запланировали мероприятия, и надеемся, что наши мероприятия, которые у нас начинаются с мая, с Парада Победы, в принципе, вот самое первое мероприятие, и потом молодежные мероприятия начинаются, это сборы на горе Стрижемент, краевые молодежные казачьи игры, они будут проходить летом. Я надеюсь, что в этом году нам удастся провести в полном объеме и в полном формате присутствия уже у нас детей. Позвольте добавить немножко, то же самое, и в сфере межнациональных отношений, мы тоже самое перевели часть мероприятий в онлайн-формат. Конечно, живого общения никто не заменит, и попробовать на площади Ленина традиционную кавказскую кухню, кухню наших таджиков, узбеков, нагайцев, туркменов, наверное, это тоже не заменишь в онлайн-формате, правда? Ну, да, согласна. Но фестиваль национальной культуры мы тоже самое провели в онлайн-режиме, и, как Сергей Юрьевич правильно заметил, участников гораздо больше. Мы провели по 8 номинациям, и порядка 300 коллективов приняли участие вот в этом онлайн-формате, в этом фестивале. То же самое определены победители, и призеры, и номинанты. И, кстати, этот опыт признан успешным, потому что не у всех есть возможность приехать из далеких сел, аулов, да, вот город Ставрополь, или другой там, какой-то наш город, Ставропольский край, чтобы непосредственно поучаствовать в том или ином фестивале. А вот в онлайн-формате записать, направить свой там номер, показать там традиционную кухню, это практически могут быть все в современных условиях. То же самое признан опыт успешным. Но, тем не менее, наше национально-культурное объединение, которое получили субсидии в рамках нашей программы, сняли прекраснейшие фильмы, насколько я знаю, они трансфировались на вашем канале. Это и наше армянское национально-культурное объединение, и завтра в Абазине огромный праздник и презентация своего фильма. Федеральный канал к нам, культура заезжала, то же самое про наших греков, Туркмены сняли фильмы. То есть, в какой-то мере, вот эта пандемия нас заставила искать новые форматы, что позволило вовлекать в эту работу все больше и больше количества людей. Вот непосредственно, казалось бы, ну что, ну сняли фильм. А ведь это на самом деле и наша молодежь видит культуру своего соседа, своего друга, другого национальности, не только знает, как его зовут, но и знает его традиции и обычаи. Жители наши, про которые снимают фильмы, они с удовольствием смотрят, гордятся этим, что приняли участие в создании этого фильма, что вложились в некий такой вклад в сохранение своей культуры. Ну и наш Старопольский край, безусловно, на уровне в целом Российской Федерации, тем более на уровне СКФ, выглядит вполне достойно. Ведь Абазин у нас проживает не только на территории Старопольского края, да? Ну вот этот замечательный фильм снят в Старопольском крае. И в принципе вот так по всем другим мероприятиям. Да, вот представители Абазин приходили, рассказывали, действительно очень интересный фильм. Но я все-таки думаю, чтобы осуществить все эти мероприятия, и их достаточно немало, нужна помощь, наверное, от государства. Государство чем помогает? Да, значит, финансирование государственной программы нашей осуществляется из двух источников. Это бюджет Старопольского края и бюджет Российской Федерации. Ежегодно из бюджета Российской Федерации нам выделяется примерно около 6 миллионов рублей, которые направляются как раз на развитие и достижение целей нашей программы, на мероприятия нашей программы. То есть финансирование, нам помощь в Российской Федерации, безусловно, поступает. Ну и, естественно, большая часть, конечно, это бюджет Старопольского края. Мы сейчас чуть выше говорили о молодежи. Как вы считаете, насколько патриотична современная молодежь? Легко ли с ним работать в патриотическом направлении? Всегда я был молодой. И всегда нас родители, а тем более бабушки, дедушки, всегда, наверное, сравнивали с теми годами, когда они были молодыми. И, конечно, не в пользу современной молодежи. Я хочу отметить, что современная молодежь, современная молодежь, она не менее любит нашу Родину, она не менее патриотична, чем мы были такими 18-16-15-летними. Наша молодежь гораздо креативнее нас, гораздо, скажем так, мобильнее нас. Свободнее нас, безусловно. Более творческая. Более творческая, абсолютно верно. Более смелая. Скажем так, нет тех рамок идеологических, у которых рос я. Но, тем не менее, я уверен, что наша молодежь любит нашу Родину, Россию, не меньше, чем мы. И подтверждение тому, те подвиги наших защитников на территории Чеченской республики, на территории уже современной сирийской арабской республики, наших правоохранительных органов, это тому стопроцентное доказательство. Единственное, что наша современная молодежь, ей тяжелее в чем, когда я был таким, как они, тем, что у нас не было таких вызовов, таких угроз. У нас не было такого негативного воздействия, вот именно, в первую очередь, конечно, в интернет-сфере. То есть не было таких благ цивилизаций, как сейчас, но и угрозы тоже. И угроз абсолютно не было. Мы все были уверены в том, что мы живем в самой лучшей стране в мире, у нас самое светлое будущее. И никто нам обратно не пытался доказать. Вот им сейчас... И историю никто не скажет. Да, историю никто не сказал. Им сейчас гораздо тяжелее, чем нам. Но, тем не менее, я уверен, что наша молодежь, как и предыдущие, наверное, десятилетия, даже столетия, так и, уверен, которые последуют, десятилетия и столетия, любить Россию меньше не будет. Тем более сейчас, когда есть выбор, да, быть патриотом или не быть, то есть наша молодежь осознанно выбирает быть патриотами. И вот, кстати, по итогам социологического опроса, вот, там есть такой вопрос, определение уровня общероссийской гражданской идентичности, да, то есть это ответный вопрос, простой, самый элементарный вопрос, кто я? И даются варианты ответов. Я гражданин Российской Федерации, это так называемая общероссийская гражданская идентичность, да, я житель Старопольского края, я житель Северного Кавказа, потом, я, там, по национальности, там, допустим, ингуш, там, я мусульманин, я православный, там, и каждый должен расставить, скажем так, по значимости баллы, назовем их так, или места. Так вот, у нас значительно выросла общероссийская гражданская идентичность, примерно на 9% по сравнению с прошлым годом. Почему? Потому что... Назвали себя гражданами России. Да, именно, вот, в первую очередь, я гражданин России, а потом уже житель Старопольского края, там, я мусульманин, я православный, там, я ингуш, я русский. Это говорит о том, что, как бы мы, наши партнеры, не критиковали Российскую Федерацию, те титанические усилия, которые, вот, принимало наше государство по борьбе с пандемией, они не остались незамеченными. Это и материальная поддержка, это и вакцинация, это и лечение, и оказание помощи нуждающимся, да, все это видно, и вот, может быть, где-то там... Большой объединяющий фактор, да? Абсолютно большой объединяющий фактор, может, кто-то это не хочет публично высказываться, да, вот, в беседах, разговорах с своими друзьями, знакомыми, там, а когда ему задали вопрос, кто ты, то он, вот, своим ответом как раз и оценивает. Существенно упала, так называемая, политическая идентичность, то есть все увидели, что горлопаны политические, они ничего в этой жизни не решают, это не более, чем слова. И, соответственно, выросла вот уровень общероссийской гражданской идентичности. Сергей Юрьевич, в окружном казачьем обществе как работает молодежь? Много молодежи у вас? Ну, действительно, молодежи много, и мы даже гордимся тем, что мы молодим наше общество, скажем так. Потому что, если раньше мы вращали внимание, что общество стареет, в плане того, что казаки, члены общества уже достаточно в пожилом возрасте у нас были, то сейчас мы много, большой приток молодежи. С чем это связано? Ну, скорее всего, с тем, что мы активно работаем по военно-патриотическому воспитанию нашей молодежи. У нас работают казачьи-кадетские классы в Ставропольском крае, там порядка 250 классов. Есть техникумы, которые дают казачий компонент, как одно из образовательных направлений своих. Работают секции, кружки, военно-патриотические центры. Ну, порядка 6 тысяч детей, которые ежегодно у нас занимаются. То есть цифра как бы плавающая. Кто-то приходит, кто-то уходит, кто-то вырастает и остается в казачьем обществе. У нас есть яркие примеры того, как, начиная с молодежного казачьего клуба, человек стал уже там атаманом в станице, там, в возрасте к 35 годам. То есть, ну, мы много внимания уделяем и в рамках нашей работы, и в рамках проведения наших мероприятий, потому что мы считаем, что действительно молодежь – это наше будущее, и мы должны в первую очередь работать с молодежью. Ну, действительно, много делается для Ставропольского казачества. Из того, что я, например, знаю, есть казачья библиотека, да, где могут молодые писатели, патриоты рассказать о жизни, традициях и культуре казачества. А вот есть еще один такой проект – «Маршруты казачьего Ставрополя». Что вы о нем знаете? Расскажите, как он у нас существует. Очень интересный проект. У нас есть такая общественная организация «Ассоциация терских казаков», руководителями которой являются казаки нашего округа Ставропольского казачьего. И был подан проект на поддержку президентского гранта. Поддержку получили там порядка двух миллионов. Идея проекта – это осветить все наши места, казачьи места, исторические места. Это современные подворья, которые уже созданы, сейчас восстановлены. Музеи казачьи, которые созданы как самими казачьими обществами и казаками, так и государственные. Создать единую линию маршрутов, то есть туристических маршрутов, для привлечения туристов посмотреть, что есть у нас в Ставропольском крае. То есть мы, когда говорим о Ставропольском крае, мы всегда подразумеваем, что у нас край все-таки туристический. Особенно территория Кавказских минеральных вод. Это много людей приезжают. И опыт обществ, которые начали эту работу раньше, например, Горячеводское станичное казачье общество, которое создали свое подворье и проводят там регулярно такое, как мероприятие «В гости казакам» называется, когда отдыхающие из санаториев приезжают на казачье подворье, стоит настоящий курень, который построен полностью по технологии. Есть конюшня, есть какое-то сельское хозяйство свое, какое-то там подворье. И вот участвуют, смотрят, какая-то обрядовость проходят. Ну, это очень привлекательно. Интерактивно. Интерактивно, да. И вот идея появилась объединить все эти места в какой-то, ну, так условно называем, казачий круг. То есть тропа, которая будет, маршрут, который будет показывать несколько таких мест. У нас, допустим, есть хорошее подворье в Баргустане, хорошее подворье в Минеральных водах, которое нужно освещать, поддерживать, привлекать туда туристов. Также есть казачьи музеи, которые сами казаками созданы. И очень хорошие экспозиции там собираются. И это интересно. Конюшни, которые занимаются с детьми, тоже показать вот эти вот мероприятия. И при этом, при всем, мы давно говорим о том, что у нас много проходит мероприятий, которые на самом деле были бы привлекательны людям посмотреть. Ну, казачьи скачки, казачьи шермицы, это традиционная воинская культура соревнования. То есть рубка шашкой, работа нагайкой, рапником. И люди не знают о них. А мы хотим сделать в рамках этого проекта рассказать о наших крупных традиционных мероприятиях, чтобы люди могли приехать и посмотреть. Вот как раз говоря о традиционных мероприятиях. Буквально 30 секунд осталось до конца программы, если можно, тезисно о тех мероприятиях, которые намечены на 2021 год. Ну, у нас уже одно мероприятие прошло. Это традиционный семинар с руководителями органов местного самоуправления, по реализации госнацполитики. У нас впереди межнациональная патриотическая акция, молодежная, посвященная Дню Великой Победы. У нас Бог даст. Пандемия закончится, День Края, фестиваль национальных культур. У нас впереди традиционный форум Кавказный общий дом, межконфессиональный форум молодежный. Ну и просто масса других мероприятий, которые, если я буду называть... О которых вы еще придете и расскажете. Коллеги, просто времени оставлю, пожалуйста. У нас тоже действительно много мероприятий мы будем проводить. Я не могу сейчас сказать с уверенностью, что все у нас удастся. Ждем понимания по ситуации. Но так же мы будем участвовать и 9 мая в параде. Проведем шермицы, посвященные Дню Победы. Проведем казачьему роду нет перевода, фестиваль, конкурс. Это вот на ближайшее время наши мероприятия, на ближайшие два месяца, которые мы планируем. Мы будем надеяться, что ничто нам не помешает поучаствовать в этих мероприятиях. Спасибо вам большое за интереснейшую беседу. Спасибо вам. Это была программа «Актуальное интервью». Не переключайтесь, оставайтесь с нами и смотрите свое ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok